Ой, круто. Я попыталась их вставить. Не знаю, попала ли я в масштаб, но попыталась их вынести на первый план, чтобы как-то... Немножко, да. Немножко у тебя они слишком большие, да. Ну, может быть, я их такими все-таки оставлю, чтобы прорисовать. Ну, как бы мне больше интересно тут, наверное, там цвет, освещение, рендер, чем точная перспектива. А если они будут меньше, то они... Ну, да, да. Для концепт-арда, для скетча, для колл-скрипта вообще нормально. Не... А вот хочешь леснуть там еще следующее? Короче, я еще попробую ему другие глаза. Меня смущало, что у него, типа, у него круглые, у нее не круглые. Ну. Слушай, но мне нравится больше первый, не знаю, почему. Может быть, я к нему уже привык, но здесь у него они какие-то слишком какие-то острые, волчачьи какие-то. Не знаю. Да, да, да. Там они такие добрые, такой, знаешь, такой... Зашуганный дедок такой, да, хотя... Более crazy, а этот такой хитрый. Да. Боже, это я попробовала уже первый какой-то цветовой набросок взять, а снизу это просто простейший хитр, но мне понравились такие треугольные, какие-то рванные эффекты, я подумала, что, может быть, для рендера пригодится и поэтому... Да, вот этот цвет, который ты положила на персонажа, он неплохой. Да? То есть, ну, вот этот вот, который, как ты вот положила, да, то есть, такой стиль, да, стиль наложения... Я не вижу пару цвета, я имею вот такие вот, такие, типа, рваные, да, такие вот линии, да, это классно смотрится, но тут немного не знаешь, непонятно, что у тебя с пространством совсем. И у тебя, причем, персонажи должны быть очень светлые. Светлые должны быть? Да, ну, слушай, ну, у него же лампа в руке. Угу, я поняла. Они должны быть самые светлые, потому что они сейчас сливаются с фоном вообще всем. Угу. Понимаешь, если ты сделаешь лампу погасающую, здесь, знаешь, там уже такой тлеющий огнек, тогда тебе нужно сделать, например, лунный свет, который будет все пространство вокруг, да, белым светом освещать, вот как ты тут сделала. Но здесь у тебя тоже, так знаешь, не особо, у тебя как-то все разбито, тут у тебя свет справа, тут у тебя свет слева, непонятно вообще, понимаешь? Ну да, это, на самом деле, снизу не концепт освещения, это концепт вот этих рваных таких труб. Да, да. То есть у тебя тут непонятно. Это что, твои эти цвета, да? Да. Да, 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 отлично, хорошая палитра. Мне больше всего вообще нравится сам вот этот левый первый. Да. Даже там нет, видишь, там нету теплого просто, но он по настроению мне больше всего кажется подходящий, такой лунный свет. И палитру твою закину. Я отдельно на вот таком вот слое, да, в этом окошке, маленькую открываю, вот сюда вот сбоку, да, и могу просто с кипеткой брать цвета отсюда. Хорошо, погнали. Я еще такой лайфхак. Когда мы рисуем постоянно, вы должны проверять на чпе, то есть в черно-белом варианте, как, как работают у тебя, вообще у тебя, знаешь, по тону. Вот, это, я нажимаю, видите, двумя клавишами, пук, мне переходит, нет, нет, у меня тут не настроено. Ну да, отлично, я сейчас вам покажу, как это сделать. Как это сделать очень быстро, чтобы он не морочится со слоями, там, делать наложение. Короче, нажимаем на View, Proof Setup, Custom, и здесь вот открывается такое окошко, выбираем здесь, Dot Game 20%. Видите, у нас все переводится в УЧБ, я нажимаю на Ctrl-Y, вот, Ctrl-Y, да, и все у меня в УЧБ. И прикол в том, что я могу рисовать цветом, смотрите, да, то есть я беру, даже вот я беру пипетку, видите, я меня, у меня идет пипетка, выбирает цвет. Это просто меняется отображение экрана. Короче, смотри, тебе не хватает здесь больше всего вот этого светлого освещения от лампы, вот таких цветов. Я пробую сейчас сделать без всяких наложений, чисто с помощью цветов брать, и, знаешь, такой Color Script настоящий. Беру так, длинный слой, вот так, может быть, более желтый такой вот, видишь, да? Здесь вот более красный, например, на нем, да, тут кое-где, нет, тут уже не будет такого красного светлого яркого. Здесь кое-где будет красный у нее, вот, ну, в общем, в целом, так, например, вот такой цвет, который будет на лице. У нее будет тоже, например, такой, но у нее сама по себе волосы будут, например, вот темнее, да? У нее черные волосы, да? Ну, пока да. Окей. Тут тоже будет более такой темный, например, да, оп, и здесь могу, например, выбрать такой вот такой, Гелена. Да, это пока. Я только рисую лишь пятна, я не рисую персонажа, то есть его лицо пока вообще не вырисовываю. Дальше здесь, например, одежда. Я тоже не знаю цвета его одежды, какие они будут. Я просто рисую по... Я могу тоже перевести, видите, в ЧБ и рисовать вот так вот, что на белом варианте сразу. Будет более темный, для такой яркий. Тут яркий. Тут яркий. Тут яркий. Тут яркий. Тут яркий. Тут яркий. Это голова. И вот у нее здесь будет какой-то голос расписываться. Все это, например, можно там сделать сразу. Нос такой. И брови, например, да? Вот так вот. Просто видишь такой вот... Вот по цветам. По цветам. Дальше здесь у нее будет тоже более светлое. Это все, но темнее, чем на свету, конечно. Возвращаемся сюда еще. Идет сделать более светлое. Дальше переходим к девочке. Так, тут у нас будет под девочкой тень. Дальше будет снова свет. Пальчики, вот как ты делаешь, да? Тут уже будет свет. И тут уже будет больше тень. Вот. И тень потемнее. И будет снова свет. То есть мы делаем все на контакте, чтобы у нас руки все выделялось друг от друга, да? Чтобы у нас не терялись какие-то формы. Тем более, что у нас стоит сзади него. То есть не падает больше света от лампы. То есть вот. Так, ручка у нас опять светлая. Здесь, да? Можно здесь чуть-чуть даже темнее. Так. Дальше. Вот так. И тень. Вот такую, да. Так что у нас получилось. Видишь? Примерно. Так вот, да? Дальше. Давай работать с фоном, чтобы наших персонажей выделить. Откуда у нас будет луна идти? В фотосвет. Слева? Слева сверху? Угу. Окей. Значит здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас будет темная часть. колонная. Так. Там у нас может быть фон. более светлая. Более светлая. То есть там, допустим, вот как там видят тоже. Там посветлее внизу. Вдруг чуть-чуть потемнее. Так. Дать понять, что там у нас свет. Оттуда идем. Так. Видишь, я затемняю окружение. Видишь? Кое-где, конечно, будет падать свет. Свет от лампы, да, на бивне. Но все равно. Стараемся упрощать. Так. Здесь тоже делаю хоп. Бивень один. Там бивень тоже два часа. Потом вернусь, сделаю здесь более. Это вот так. Здесь. Вот так. Иначе фон будет темный, да? Чтобы выделить вот, что я положил светлый бивень, Чтобы было на контрасте все играло. Здесь у нас темный фон, да? На бивне. Темный бивень. Иначе будет светло. Все правильно. Так. Тут у нас тоже будет что-то более светлое на бивне. Значит, тут будет фон более темный. Так. Ну, потемнее сделаем. Так. Тоже все это нам не нужно. Подносить там. Так. Там у нас вообще земля далеко. Там песок, по идее, он может быть темнее, чем небо. Не-не-не, он будет светлым. Темнее, да? Не-не-не, он будет светлым. Нет, не будет светлым. Не, ну, чем небо, да, наверное. То есть там вот нужно сделать, конечно, не так ярко. Можно попробовать сделать светлое небо. Но не особо светлое, чтобы у нас все-таки выделялся свет от лампы. Сейчас попробуем такой градиент сделать. Так. Вот так. Оп. Да, все-таки нужно темнее сделать, потому что у нас будет еще лампочка, которая будет светиться. светлое небо. А землю попробуем сделать темным, но не темнее, чем бивне. Вот так, да. Так. Там тоже. Там тоже. Видишь, у нас теперь выделяются персонажи. Да. Начали. Теперь дальше что? Что? У нас еще нужно вот тут вот кое-где свет неправильно идет. Будет больше с этой стороны идти. Вот. Короче, бивни мы выделили. Теперь остается... А там у нас не будет такого таких темных днов. Дальше у нас что? Давай тоже кинем немножко света от... Лампочек? Нет, это еще от Луны, да. Дальше я порисую, например, лампочки. Допустим, они там желтые такие, допустим, с фоном, да. Может быть, они тоже яркие. Вот. Например, да. И здесь я могу тоже затемнить еще чуть больше. Вот. Более... Вот. И, допустим, я сейчас только наложу одно наложение. Сделаю с этим soft light от лампы. Вот. В принципе, у нас читается, что они освещены в лампы, да, моей. На них падает свет, да, освещение. И у нас тоже читается, что там у нас где-то есть небо, да, то есть от Луны свет падает. Вот. И они, в принципе, вот так вот все освещены, видишь. Все это так вот очень быстренький скетчик. Да. И на нем уже можно делать больше деталей. Делаешь новый слой, начинаешь, там, допустим, потихоньку добавлять какие-то детали, какие-то рендер, да, там, какие-то глаза, можно очки, да, добавлять, да. Это если тебе нужно. Если нет, то стоишь так вот и вперед. Понимаешь? Спасибо. Да, понятно. Вообще, в общем. Ну все, тогда, да, пожалуйста. Спасибо.